Я представляю вам первого нашего докладчика, Владимира Александровича Ткаченко, заведующий отделом Сергея Посадского Государственной историко-художественного музея заповедника Абрамцева. Тема доклада «Особенности исторического развития монастырей Северо-Востока Подмосковья в XIV-XX веках». Пожалуйста, Владимир. Да, тема очень интересна, особенно в связи с 700-летием преподобного Сергия Радонежского. Конечно, тут дополнительный интерес возникает к истории монастырей, монашества. Но тут, знаете, такая парадоксальная ситуация, может, вы в своей деятельности с этим сталкиваетесь. С одной стороны, есть много литературы, ну, например, по троте Сергия Лаври, а с другой стороны, значит, как-то все это распадается на какие-то отдельные части, отдельные темы, общей картины нет. Поскольку в музее Сергея Посадского, где я работаю, значит, уже давно ведется исследование Северо-Востока Подмосковья, но там в определенных границах, значит, мы постарались как-то все ограничить, ибо это требует огромных усилий, чем больше территория, плюс исследование огромного числа документов. Мы решили остановиться исходя из современности на Сергея Посадского районе и в северных частях Пушкинского и Щелковского района в целом. В основе этого лежат Радонежские земли, плюс Переславские земли, часть Дмитровской. Чем можно объяснить такую территорию? В 20-е годы примерно в этих рамках существовал Сергеевский въезд, то есть какое-то историческое обоснование есть. Уезд. Это вот когда возник город Сергеев, тогда был уезд образован, он исчез в 29-м году, возник в 21-м, вот в этом промежутке. Он о чем был большой, он включал как раз вот северную часть Пушкинского и Щелковского районов. Ну, отсюда, поскольку исследование у нас проводится не один год, мы пришли уже потихонечку к тому, что нужно делать какие-то обобщающие темы, чтобы можно было как-то понять то, что происходит. Ну, вот одна из таких тем, поскольку у нас один из основных объектов исследования Сергея Лавра, это вот монастыри. И вот я в своем докладе даю как бы такой первый результат попытки дать обобщенную картину истории монастырей, вот Северо-Востока, Подмосковья. Но не само по себе, а в связи, так сказать, с общей историей этой территории, там, хозяйственной, политической, культурной. Ну, то, что получилось, я попытаюсь вам сейчас вкратце изложить. Значит, материал строится не только на публикациях, но и на документах, главных архивах, те, что у нас есть в Москве, и областных. Значит, очень четко, когда вот начинаешь пытаться нарисовать эту общую картину, прослеживается связь между, в первую очередь, хозяйственным развитием Северо-Востока, Подмосковья и историей монастырей. Значит, начиная с XIV века очень четко прослеживаются два процесса. Первый – это хозяйственный подъем, что приводит к росту, значит, количества деревень, то есть идет интенсивное освоение территорий. Если раньше была здесь лесная территория, ну, и сейчас считается, что где-то 40% у нас занято лесами, то, например, к середине XVI века этих лесов, может быть, осталось процентов 10 вдоль рек и вдоль оврагов. Ну, такой пример возьму. Радонежская волость – это треть южная Северо-Пасадского района. Вот на ней, на середину XVI века, она считывалась свыше 200 поселений, ну, как минимум 230. То, что значительно меньше, чем сейчас. И, значит, где-то примерно 30-40 пустошей. То есть, вот этот процесс наблюдается. Это вот первое. Второе, что наблюдается – это переход общинных земель в частную собственность. Значит, здесь в XIV веке еще всеми владели общины. Ну, например, между речью Вори, Верховья Вори и Таргоши – это Радонежская община с центром в Радонеже. Вот они, как бы, были пользователями землями, и, собственно, они решали, что с ними делать, когда, допустим, какие-то участки освобождались. Потому что уже в то время платили налоги, волость находилась под властью московских князей. Вот. И, например, вот то, что так красиво Пифаний Примудрый пишет, вот Кирилл вместе с братом пошли и выбрали место, что им нравится, это больше из области сказки. Значит, места давали. Это есть исследование, правда, по соседней территории, волости запустевшие. Вот, видимо, таким образом на запустевших, то есть этих землях, это вот Пустош-Хатьково и Пустош-Маковское, их были основаны два первых монастыря. То есть вот когда знакомишься с документами, пытаясь выстроить какую-то картину, получается несколько иное, чем так вот поэтично, писал Эпифаний Примудрый и след за ним другие. Так вот идет, значит, ну, как хотите, можете называть это, расхищение, присвоение или как, но вот эти все общинные земли начинают переходить в частные собственности. И вот как раз, когда пытаясь вникнуть, как были основаны первые монастыри, получается, что в основном они были основаны землевладельцами. Ну, я, чтобы уложиться хотя бы в 20 минут, буду только некоторые монастыри называть. Например, в XIV веке есть данные о шести монастырях. Наиболее известные – это вот Покровский в Хатькове. Если исходить из общего анализа ситуации, то получается, что все-таки они были основаны в усадьбе барина Кирилла, им самим и его жены Марии. Вот откуда первоначально этот монастырь был женско-мужским. Значит, второй монастырь был основан, возможно, вот в земле данной на прокорм Стефану, старшему сыну барина Кирилла. И он туда как бы ввел, передал это владение своему брату Варфоломею. И тот уже опять в усадьбе основал, значит, монастырь. Ну, по этому поводу, что можно сказать про Стефана Пермского, Махрического и Адама, вы хорошо знаете историю. Он как раз пришел с Киева, поселился, возможно, самостоятельно. Его местные землеводельцы просто изгнали. Вот в данном случае по Хатьково, по Троицкому монастырю мы этого не видим. То есть они как бы сидели на своих землях, их община не трогала. Ну, и еще один такой интересный момент. Это у нас есть деревня Алексеева. Кто знает наш район, в сторону Шарапова. Там на месте кладбища местным тоже землевладельцем был основан Воскресенский монастырь. Притом он каким-то образом принял монашеский постриг. Он предстоит документ, как игумен. И вот он там начал проводить службу. То есть вот такой мини-монастырь. Возник на опять, на частном владельческих землях. В последующем, когда это основатель монастыря умер, то там кто-то продолжал числиться игуменам, но приглашали священников со стороны. То есть их как бы нанимали на какой-то период, или уже просто сколько он сможет. И они уже от местных землевладельцев получали кусочки полей, которые сами обрабатывали, за счет этого жили. Но монастырь никто не сносил. Были какие-то там трения между местными землевладельцами и тем, кто владел этой землей. Но монастырь не трогал. Ну и самая известная история, правда, известная частично, это основание монастыря в честь Кульковской битвы. По всем данным, это вот историческая география, название рек, которые менялись, поселения. Получается, что преподобный Сергий Радонежский основал монастырь Пресвятой Богородицы на речке Дубинки. Это на сегодняшний день речка, которая называется Верхдубинкой. Она находится на севере границы нашего района. И там есть деревня Пречистино. То есть, в честь Пречистой Богородицы там был основан монастырь. Но еще какой-то то ли монастырь, то ли что-то было уже то, что сейчас считают, основано Сергеем Радонежским. Это Шавыкина пустынь, так называемая. Уже выше Подубня. Но там история сложная. То есть, опять, получается, основан монастырь, посвященный Пресвятой Богородице преподобным Сергием. Но здесь дал князь указания. И он, собственно, был владельцем земли. То есть, опять он основал на земле владельческой преподобной Сергии этот монастырь. В 15 веке немножко больше стало монастыря, но опять местные земли владельцы. Стогово – это близ современных малинников. Значит, если не трогать легенду, откуда Стогово появился и прочее, считает, Стогово – это из Новгорода переселенцы временного на третьего. И они там тоже основали Никольский монастырь. Опять частное владение. Значит, эти монастыри, их в конечном счете в 15 веке стало 9. Они спокойно существовали. Пока вот шло такое развитие хозяйственных земель. Но в 16-м постепенно стали исчезать. Вот это небольшая загадка. Еще мы не разобрались с ней, почему вдруг стали исчезать. Количество деревен растет. То есть, больше прихожан, больше доброохотных даяния, но тем не менее начинается сокращение монастырей. Значит, кризис наступил со второй полной 16 века. Ливонская война, значит, опричня, но это еще со школьных курсов истории, вы знаете, и плюс считают, значит, те, кто занимается вот ландшафтоведением, что, в общем-то, в это время был еще и кризис экологический. То есть, все земли, что можно было использовать, распаханы. Они обычно использовались в течение двух-трех лет, пока вот этот сгоревший лес давал удобрения. Но все это было исчерпано, и народ стал разбегаться. Поэтому пошло запустение, пошло закрытие монастырей. И сильный удар по населению, по монастырям нанесли события смутного времени. Вот после них, значит, в ходе смутного времени из всех этих монастырей усилил только один, Труйцергиев. Благодаря господдержке к нему в помощь были присланы, я напомню, про осаду. Это конница дворянская и, значит, пеший отряд большой стрельцов. Вот они помогали защищать монастырь. Ну, к примеру, скажу, совершенно неизвестно, у нас просто не сохранилось документов истории Иосифа Володского монастыря. Он тоже защищался. Даже немножко раньше там началась осада с августа 608 года по октябрь 609. Но он сдался, потому что, как написано в летописи, уже не было чем сражаться и не было продовольствия. Притом они сражались одни, там никакой госпомощи не было. То есть своими силами монахи, местные крестьяне, вот они отбивались в течение такого длительного времени. Но об этом мы знаем всего три факта. Начало, что было сражение, значит, одно из сражений указано было и вот то, что они сдались. В Третьевском монастыре было иное. Но все остальные монастыри были разорены. И вот здесь, что интересно, возрождаются затем монастыри, подчиненные Троицкому. Это Ходьковский-Покровский монастырь и Подольный, значит, Пятницкий монастырь. Но последнее потом исчезает в конце XVII века. Остаются всего два монастыря. XVIII век здесь вносит свои коррективы, но прежде всего это секуляризация церковных земель. Значит, притом то же самое, вот если вы внимательно почитаете, что пишут по этому поводу, почему-то никто не обращает внимание на очень любопытный факт. Монастырям была оставлена только луговая земля на выгон скота и огороды. Все. По 30 десятин. Ну, Лавра она шла вне всяких штатов. У нее был оклад в несколько раз выше, чем, значит, монастыри первого класса. Так, монастыри были поделены. Значит, часть монастырей, меньше половины были положены в штат. То есть, было четко положено. В Труссире Галавре 101 человек во главе с руководителем. Все. Больше нельзя было принимать. Им выплачивали зарплату, говоря современным языком. Они были, вот штатное расписание было, там было расписано, сколько должно быть, значит, рядовых монахов, диаконов, священников, то есть иеромонахов. Да. На содержание государства. Плюс дополнительный доход, это вот 30-10 луговой земли, значит, и несколько или озер, или прудов, и огороды. Все. 1764 год. Екатерина II. Большая часть монастырей была или закрыта, или их пустили на вольные хлеба. То есть, пожалуйста, ребята, выживите за счет своей деятельности, за счет доброхотных даяний, Бог вам в помощь. Не выживите. То есть, государство их никак и ничем не обеспечивало. Ну, вам виднее. Я от современности несколько далек, я больше там, в прошлом. Значит, вот сложилась такая ситуация. Значит, Покровский, Хатьковский монастырь был, значит, ну, он же в это время давно был женским, это современно Ивана Грозного. Значит, он был, значит, третьего класса. 17 монахинь, все. 17. Никаких больше вопросов. Вот 17 должно быть и все. Да, да. Первый, второй класс. Значит, ну и в конце 18 века, вопреки, вот, казалось бы, сложився с ситуацией, у нас возникает здесь Спасово-Ифанский монастырь. История-то очень интересная, но как-то ее тоже обходят, я не могу понять, чем проблема. Ну, было, ребята, это же не придумано. Значит, митрополит Платон, руководитель Лавры, он уже был, значит, ну, по тем временам в возрасте к концу 18 века, и он, утомленный вот этой суетой лаврской, то, что вы сейчас можете наблюдать, он решил, как бы себе устроить несколько в отдалении такое тихое местечко, где он мог находиться. И вот, что любопытно, на государственной земле он ставит церковь, там, начинает строить себе, значит, покои, и рядом кладбище. При том, что любопытно, есть, как бы, сохранилось в документах его, как бы, выступление перед братьей, и выступление, как бы, на внешний мир. Они немножко различаются. На внешний мир упор делается на то, что, значит, устраиваются кладбища. И вот, вопреки тому, что тогда, в общем-то, монастыри, еще времена Екатерины II, 1778 год, начинается, то есть, 83-й, прошу прощения, начинается вот эта вся история, монастыри, как бы, новые основывать не разрешено, и тем не менее, вдруг возникает в конце самого XVIII века монастырь. Здесь, вот что помогло? Первое, ну, митрополит Платон явно немножко хитрил, делал упор на то, что строится кладбище для братьев. А дело в том, что после чумы 1771 года, когда, вы знаете, было восстание в Москве, значит, был даже местный архиепископ убит, тогда было принято строгое решение, оно несколько раз повторялось и по линии императрицы, и по линии сената и синода, что кладбище можно строить только за города. За городами и даже за селами. Значит, в монастырях то же самое, в общем-то, не разрешалось их хранить. И вот митрополит Платон этим воспользовался, начал там вот себе строить келейку, как он в воспоминаниях пишет, храм построил. Тут умирает Екатерина II в 1796 году в ноябре императором становится бывший ученик по закону Божьему Павел I. он приезжает после коронации в Лавру. Кстати, вот это традицию после коронации взять в Лавру приложиться к мощам преподобного Сергия вела Анна Иоанновна. Вот с тех пор это все строго соблюдалось. Вот он тоже приезжает и побывав в духовной школе, в духовной школе, в семинарии, значит, побывал на службе, приложившись, он резко требует от Платона покажи Вифанию. Вифанию. Ну, тогда то местечко Платон, поскольку это кладбище, значит, назвал Вифанией. Покажи и все. Ну, Платон его повез, Павел I внимательно везде прошелся, осмотрел внимательно окна, потом, значит, Платона зажал в угол и говорит, а у тебя еще есть какие-то помещения? Платон говорит, да нету больше, все показал. Он говорит, мне доложили, что ты моими письмами оклеил окна на зиму, чтобы не дуло. Что-то на колени упало, прости, государь, да не было такого, ты сам все видел. Единственное, что я хотел, вот для упокоения здесь иметь в своей покое, ну, хорошо бы, конечно, было бы монастырюк строить, но некому и игуменом быть, как-то вот хорошей кандидатуры нет. Он говорит, а чего кому-то игуменом быть, император, ты сам бы тут был игумен. И вот по возвращении Москвы издается указ, согласно которому образуется второклассный, спасаюфанский монастырь и при нем семинария на сто человек. То есть, императору Павлу очень понравилось, как его встречали студенты троицкой семинарии, вот он отдал такой указ, то, что Платон и в мыслях не держал. И в нарушении всех тогдашних правил было указано, что главой, руководителем этого монастыря является значит, митрополит Платон. То есть, он как бы руководит двумя монастырями. То, что Павел сказал, то и сделали. Вот так возник еще один монастырь на государственной земле, но опять волей значит, скажем так, землевладельца императора. То есть, все время натыкаясь на то проблему землевладения. Еще интереснее было в 19 веке. Лавра получила в результате обменов организации города, еще немножко земель, идут по реке Таргоши на восток от города. И вдруг в течение 40-х, 60-х годов в тех местах возникает пять обители. Но самое любопытное, неофициальных. Они идут как отделение Лавры, тоже общаешься, все читают об этом отделение, отделение, никто почему-то не интересуется. Почему отделение? Вот здесь выяснилось следующее. До 1881 года только император разрешал основывать новые монастыри. Это первое. Ну, естественно, это должно было идти через Синод. У митрополита Филарета Дроздова были проблемы с некоторыми членами Синода. И вот, чтобы как-то понимать, что это могут дело остановить, он, значит, пошел таким путем. На землях Лавры, хочу подчеркнуть, основываются одна за одной вот эти обители, но как отделение, то есть они официально не существуют. Никаких средств на их содержание не выделяется. Вот опять, я говорю, проблема землевладения, проблема руководства здесь возникает. Ну, а в дальнейшем тоже здесь головная боль новая появилась. Значит, небольшие участки были у Лавры, которые, значит, представляли себя лесные угодья. В Лавре, глядя, как постепенно все больше расширяется город, все больше появляется промышленных предприятий в городе и вокруг него, а это все по тем временам не сегодняшний газ, а дрова, плюс железная дорога, ее тоже используют там дрова, поняли в монастыре, что могут остаться, так сказать, на голодном пайке тепловом. И поэтому спохватились и стали, значит, добиваться того, чтобы им выделили лесные участки. Значит, по законодательству было положено там, по-моему, со времен Николая Первой 30 десятин, но император Александр Второй в 1858 году в 1210 земле отписал Лавре. Притом, по выбору, то есть, какие места Лавра указала, те были отданы. Это в основном вот рядом с этими пятиотделениями. Вот, можно в какой-то мере сказать, может быть, это будет преувеличением, но, в общем-то, это где-то спасло Лавру. Потому что есть очень такой четкий расчет Лавры, сколько используется, сколько печей, сколько используется дров на печь, сколько используется в целом, и вот они разводят руками, все, через несколько лет нам нечем будет топить. Такой был продовольственный кризис у Лавры. Любовыдно то, что в конце 19-го, начале 20-го века вот этот прием организации как бы неофициальных монастырей начал повторяться другими. Женский Московский Страстной монастырь устроил, это стало называться дачей, недалеко, вот здесь, в Пушкинском районе, около современного села Барково. И то же самое Николаугорский монастырь устроил на правобережье Велевое в Верховьях тоже дача, Гермогеново пустынь, она позже стала официально так называться, но как монастыри официально не проходили. Вот вкратце, чем сталкиваешься, когда в целом смотришь, и вот здесь нужно отметить следующее, опять есть определенная связь с тем, как в целом хозяйственно развивался район, до середины 16-го века идет вширь рост поселений, это один в два три двора деревни преобладали. Значит, после смутного времени, если, допустим, 230 примерно было поселений вот только в Радонежской Волости, небольшой, это небольшая территория, то после смутного времени в 1620-е годы их всего 74, то есть возродилась каждая третья, ну там четвертая, и вот примерно в таком же количестве все это продолжало существовать, и что интересно, все эти поселения существуют до наших дней. Ну, рядом вот здесь Морозово, можно там пешком прогуляться, Филимонова, значит, все это вот как раз то, что сохранилось в 17-м веке, или возродилось, или продолжало существовать. И вот что интересно, значит, изменилась система хозяйствования, больше стали унаваживать земли, беречь лес, понимая, к чему это приведет, и, соответственно, те пустоши, что были, они не стали заселяться, они стали используются, как сенокосные угодья. В Подмосковье сенокос, сенокос, это самая больная проблема до сих пор, слишком лесная Подмосковья. И вот это стали делать, но народ-то появляется больше и больше, жизнь немножко улучшается, стали расти количество поселения. И то же самое мы видим по монастырям. То есть Сергий Лавра, Покровский-Ходьковский монастырь, и вот эти отделения, их тоже можно рассматривать как часть Лавры, идет укропнение, количество растет монашествующих, но количество монастырей уже не растет. То есть вот опять как бы что-то есть общее такое в истории края, что повторяется в истории монастырей. Ну и еще что, на 14-16 века в основном монастыре основывали частные лица. нередко светские. Они потом становились монахами. Вот преподобный Сергий живой пример. Начиная с 17 века этим процессом начинают руководить сами монастыри. Ну вот наиболее яркий пример то есть Сергий Лавра. Но это можно проследить и по другим местам. Вот плюс, конечно, везде очень активно части государственной власти. Повторяю, вот этот продовольственная кризис это хорошо показало. То есть этот да вот этот кризис показало. Вот очень кратенько значит как шло развитие монастырей. То есть хочешь не хочешь от материальных условий существования монастырей, если хочешь разобраться в сухую историю никуда не уйдешь. Да, да, да. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы какие-то? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Конечно, да, отец Рисон. Пожалуйста, можно себе? Конечно. Слышно, слышно, хорошо. Ну вот наше представление о том, что действительно в монастыре основывались, так сказать, в то лице пришел инок и будучи в частности основал. Они ну понятно из вашего сообщения, что они далеки от реальности для этого района. А что касается от северо-востока, где основывали монастырь общинства и так далее, там тоже вот эти землевоздения определили? Или действительно была, так сказать, ничья земля пришел основываться? Нет, там то же самое были общины, потом там была масса княжеств различных, там шел тот же процесс, что на московской земле. То есть возникали вначале крупные княжества, например, ростовская, потом начинали дробиться, вплоть доходило до того, что князь владел породним селом. Вот и естественно вся земля была на учете или у общины, или у землевладельца. Здесь давайте исходить вот из материальных условий существования населения. Община должна была платить налог. Поэтому какая-то деревня, там вымерли от болезни, там убежали или что. Этот налог распространялся на других. Поэтому община была заинтересована. Но не просто придите, ребят, где хотите, садитесь, а вот вы садите здесь и платите налог. Ну, в житей преподобного Сергия, естественно, об этом не пишется. Там другие были задачи показать некий образец монашеской жизни. Поэтому там очень много выпускалось. А в Риолях было вот такое. Потом сам князь, он тоже был заинтересован. Я хочу вам напомнить, что церковь во времена татаро-монгольской иго пользовался определенными льготами. И если мы сейчас с вами попытаемся вот все, что сохранилось, посмотреть относительно княжения Ивана Калиты, то вы выявите очень любопытную вещь. Он активно основывает монастыри и храмы в Москве. Но попробуйте мне хоть один обнаружить храм или монастырь основанный во времена Ивана Калиты в Подмосковье. Невыгодно было. Народ выпадал из налога. Там он как бы содержал за свой счет это, давал освобождение в городе. Плюс он же к себе перетянул митрополита, надо было соответствовать. Поэтому получалась вот такая ситуация, что умирает Иван Калита, и вот на землях его жены, вдовой, княгини Ивана и появляется Покровский-Ходьковский монастырь Трость-Сергиев. То же самое. Ну, если это вас греет, везде одно и то же было, поверьте мне. То же самое было. А возьмите случай, историю Вологодчина. Там же иногда убивали даже игуменов, изгоняли. Кто? Крестьяне. Вы думаете, они что, такие злодеи были? Невыгодно было экономически. Потому что становится, значит, вот здесь монастырь, он выпадает, землю забрал, а выпадает из вот этих обязанностей платить налоги. Изгоняли за это. Вы думаете, там они язычники были жуткие или что? Нет. Чисто экономический подход был. Вот отсюда вот эти рассказы, что там убили, изгнали. Да, 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 да. Пустошь. Но это место, которое не использовалось. То есть, вот представьте, что вот Дубрава есть, да, ну, не таком, конечно, количестве людей, населения, все, давайте хотя бы вот это место возьмем. Вот это было место, которое, значит, как бы владела или использовала какая-то семья, она то ли умерла, то ли убежала, это место осталось, оно безхозяйственное, хозяйство не ведется, поля постепенно зарастают, но поскольку она еще четко видна в лесу, что это было место, которое использовалось в хозяйственном отношении, оно назвалось пустощью. Но безхозяйственное, бесхозное. Да, причины могли быть очень разные, но обычно о них сведений нет, поэтому приходится догадываться. Ходьковская, да, притом здесь, ну, так немножко вас развлеку, очень любопытная история, в ней надо отдельно разбираться, вдруг кого-то это заинтересует, пожалуйста. Два монастыря, основанные одной семьей, Покровский, Ходьковский, Троицкий, значит, на реке Кончуре. Троицкий постепенно разрастается, обретает земли, но здесь явно сказался авторитет преподобного Сергия Радонежского, явно вызывал к себе интерес и уважение, начиная с местных князей, кончая митрополитом, в отношении, вот вы говорите, есть такое представление, и все. Если копать, то я могу задать такой вопрос. Значит, после смерти княгини Ульяны Радонежской волости и рядом волость Белия, тот север Пушкинского района, стал владеть Владимир Андреевич Серпуховской, доверный брат Дмитрия Ивановича, Донского. Можно задать вопрос, а отчего его сюда понесло, если у него все земли по реке Наре, столице Серпухов? Вот здесь можно предположить одну, у него там проскальзывает, были явно отношения гораздо лучше с митрополитом, чем у Дмитрия Ивановича, и возможно, он, желая митрополит, уберечь в какой-то степени монастырь, дать ему существовать дальше, и уговорил Владимир Андреевича взять эти земли через огромную территорию от его родных земель, значит, в свое пользование. Вот вам тоже такой момент, который нигде не отмечен. А вопрос напрашивается, почему? Так вот, вернемся теперь к монастырям. Троицкий развивается, но здесь еще нужно сказать, у нас есть одна личность, которую совершенно все забывают. это Эгумен Никон. Он, с одной стороны, идя как бы по пути Сергия, это вот духовное совершенствование, при нем переписываются книги, значит, различные, связанные с этими путями духовного развития. В то же время упор делают на то, чтобы создать самостоятельную экономическую базу для монастыря. Я не знаю, откуда он взял деньги, но он первоначально покупал земли. Ну, видимо, откуда-то появились, у него были хорошие связи с кашинскими князьями, возможно, они ему выделили. Затем пошли вклады, и все это он старательно собирает, и вот этим создают экономическую базу для монастыря. Собственно, вот благодаря Игумену Никону, можно сказать, мы имеем то, что имеем сейчас. На одной духовности, конечно, неизвестно, сколько бы монастырь существовал. Ходьковский-Покровский, там, может быть, вот этот чисто семейный подход продолжал существовать, и самое любопытное, если вы сейчас появите в Ходьково, вот те границы, в которых находится монастырь, это вот усадьба Баэрина Кирилла. Он почему-то за эти границы не вышел. Во-первых, во-вторых, он не имел земель. Все, что он получил, это в 15 веке для содержания приходящих со стороны священников. То есть, это была их зарплата. Кусок земли, это рядом вот с известной лечебницей на 57-м километре, только по другую сторону воре. В этом две очень разные судьбы. Притом, Троицкий монастырь принимает общий житийный устав, а Покровский, Ходьковский так и остался на особо житийном. Две очень разные истории. Но в этом надо разбираться, как это так сложилось. Рядышком два монастыря, одна семья основала, а совершенно разные судьбы. Очень интересная проблема. Рекомендую кому-нибудь заняться, кто этим интересуется. Писать можно, кто опубликует. Вся проблема. Спасибо, Владимир Александрович. Может быть, еще какие-то вопросы есть? Я здесь могу потом ответить. Спасибо. Спасибо.